Уважаемые братья и сестры, в сегодняшней пятничной проповеди я бы вам хотел напомнить о судном не, потому что вера в судный день является обязательным для каждого мусульманина. И все пророки, начиная от Адама, и заканчивая нашим пророком Мухаммадом, все они напоминали людям и говорили своим народам о том, что наступит день, когда Всевышний всех заново нас воскресит, наступит день, когда мы все предстанем перед Всевышним Аллахом, наступит день, когда Аллах всех нас оживит, и будем отвечать перед Всевышним Аллахом, Субхану Аталя, за каждое произнесенное слово и за каждый совершенный поступок. Это является основой веры любого верующего человека, неважно последователем какого пророка он является. Потому что все пророки и посланники говорили своим народам об этом и предупреждали людей о наступлении этого дня. И на величие этого дня указывает то, что в Коране имеется огромное количество названий Судного дня. У Судного дня очень много названий в Коране и в Судне пророка Мухаммада. Иногда называется он Аса, час, наступление часа, то есть наступление Судного дня. Иногда называется Йом-Аль-Кияма, день, когда люди воскреснут. Иногда называется он Йом-Уддин, день воздаяния, Аль-Кари'а. То есть очень много названий у Судного дня, огромное количество названий. Это на что указывает на величие этого дня, на действительность, что это величайшее событие в истории. Величайшее событие. И то, что вера в это является обязательным для каждого мусульманина в наступлении, то, что наступит Судный день, указывает хадис пророка Мухаммада, в котором посланник Аллаха, сказал, Аль-Иман, вера заключается в том, чтобы человек верил в Билля, в Аллахе, в единственность Аллаха Субхану Ата'алья. Ва-Маля-Икатихи, а также верил в его существование, в его ангелы. Ва-Кудубихи, в его священное писание. Ва-Русулихи, в его посланники. Ва-Лиум-Иль-Ахир, а также верил. Ва-Биль-Яум-Иль-Ахири, а также верил в последний день, то есть Судный день. Ва-Биль-Кадари, а также верил в предопределение. Ва-Биль-Хайрихи, ва-Шарихи, с его благом и злом. Поэтому пятая основа имана веры является вера в Судный день. И наша молитва никогда не примется. Нашу молитву Аллах Всевышний никогда не примет. И наш пост, и наша садака. Ни одно благое деяние наше Всевышний Аллах не примет, пока у нас не будет убежденность в том, что этот день непременно наступит, что это событие непременно свершится. Все мусульмане должны верить в их. Это у нас шестпятая основа имана нашей веры. И если мы посмотрим на историю пророков, которые призывали свои народы к вере, к иману, к поклонению Аллаха, то увидим одну особенность. Многие из тех, кто отвергали пророков и посланников, многие они едины в том, что отвергали также и не признавали наступление вот этого дня. Что наступит судный день, что будет воскрешение, что будет оживление мертвых, что будет ад, наказание Аллаха и будет рай, награда Аллаха. И в наше время также не является это исключением. Многие атеисты и неверующие отрицают в том, что возможность жизни после смерти, воскрешение, судный день, награды и наказания многие атеисты и неверующие отвергают и не признают это. И также при жизни пророка Мухаммада, саллаллаху алейкум, также были люди, которые отвергали этот день. И также однажды к нашему пророку Мухаммаду, саллаллаху алейкум, пришел человек, который засомневался и задал пророку Мухаммаду, саллаллаху алейкум, вопрос о том, что кто оживит эти кости, которые уже сгнили, истлели, лежат в земле, от них уже почти ничего не осталось. Кто же оживит эти кости, которые истлели, превратились в прах, в пыль? И тогда Всевышний Аллах не спослал. Следующий аят из Хухана. Скажи, оживит их тот, кто создал их в первый раз. Поэтому вот сегодня на пятничной проповеди, все, кто присутствует сегодня, мы все разного возраста. Разного возраста. Но вот сто лет назад никто из присутствующих в сегодняшней пятничной проповеди не существовало. Не было нас. Сто лет назад нас не было. Двести лет назад или сто пятьдесят лет назад не было на земле ни одного человека, который живет сейчас. Не было ни одного. Были другие люди, жили. Каждый день восходило солнце, заходило солнце. Люди занимались своими делами, женились, заводили семьи, заводили детей, занимались своими делами. Каждый день восходило солнце, наступал день, затем ночь. Сменялись времена года. Приходила осень, потом зима, весна, снова лето, снова осень. Текли реки. Но нас не было, не существовало. Представьте вот это хотя бы на одно мгновение, чтобы нас не было, не существовало. И после того, как нас не было, и не было у нас никакого следа, признака нашего, что мы когда-нибудь появимся, Всевышний Аллах с одной клеточки сотворил нас. И если Всевышний один раз уже создал, то нет никакого сомнения в том, что Он сможет воссоздать еще раз. И если Он один раз уже создал нас из небытия, то нет никакого сомнения, что Он сможет создать и обязательно создаст нас, как Он обещал это второй раз. И снова нас воскресит, и создаст нам новые тела, и в наши души вернутся в новые тела. В этом нет никакого сомнения. Поэтому любой человек, даже если он не знает какие-то доводы из Корана и Сунны, просто логически, если человек думает и размышляет, он понимает, что в этом нет никакого что-то невозможного или фантастического в том, что Всевышний ведь один раз уже создал, в том, что может быть мы вернутся, можем вернуться снова все заново к жизни. И то, что этот день обязательно должен существовать, так же нам указывает наша жизнь, потому что в этом мире очень много зла, несправедливости. Сколько невинных людей убивается? Тысячи, сотни тысяч. Порой миллионы людей были убиты в разных несправедливых войнах, ни за что, просто так. Сколько человеческой крови было, сколько детей, сколько мирных людей погибают. Вот если бы преступникам, которые творят бесчинство на земле, убивают невинных людей, назначили какое-либо наказание в этом мире, этого было бы мало. Какой бы страшный приговор не был этим преступникам, этого было бы мало. 20 лет жизни, да пусть пожизненно, то, что человек творит на этой земле, некоторые тираны и деспоты, пожизненно. Это не что по сравнению с тем, что они натворили. Даже если самые страшные пытками или мучениями подвергать, это не что по сравнению, сколько они страданий и горем принесли другим людям. Поэтому логично, обязательно должен быть тот день, когда восторжествует справедливость, и каждый человек получит наказание, которое он достоин, которое он заслуживает, и каждый человек получит ту награду, которую он достоин. Поэтому это тоже, если просто логически размышлять, мы это понимаем, что обязательно должен быть такой день, когда восторжествует справедливость, и каждый получит то, что он заслуживает. И также, уважаемые братья и сестры, вера в судный день включает все, что произойдет в судном небе. Все, что произойдет у человека с момента смерти и до того, как займет человек свое место в раю или в аду. Поэтому вера в судный день – это не просто вера в воскрешение, это все, что начинается с момента смерти человека, когда приходит ангел забирать душу человека, спрос в могиле, наказание, мучение в могиле или награда, все, что будет в судном дне происходить – воскрешение, заступничество, ад, рай, все, что будет происходить в раю, все, что происходит, будет в огне, в аду, все, что пришло в достоверной сунне и в Коране, мы должны это все признать. Это все является верой в судный день. Поэтому вера в судный день – это не просто воскрешение, или вера в ад и рай. Все, что начинается с момента смерти человека и до того, что будет происходить в раю и в аду, это мы в это должны, обязаны все верить. Поэтому все, что об этом говорится в Коране и в достоверной сунне, для нас является обязательным верой. И у нас не должно быть никакого сомнения в то, что в те сообщения, которые достоверно дошли до нас. И также ученые разделяют судный день на два вида. Судный день общий для всех и судный день для каждого, который наступит отдельно. Для каждого человека судный день начинается с того момента, когда ангелы приходят забирать душу человека. Это малый судный день, и он наступает для каждого человека отдельно. Для каждого человека наступает отдельно. Поэтому с момента уже смерти человека, человек уже начинает нести ответственность и отвечает перед Всевышним Аллахом за то, что совершал при жизни. Уже начинается спрос, уже начинаются награды или наказания. Не с того момента, когда мы будем воскрешены заново. Нет, с момента смерти. Это является малым судным днем для каждого человека. И также есть общий судный день, когда закончится этот мир, когда все будет разрушено в этом мире. Всевышний Аллах заново нас воскрешит. Воскресит, вернется, создаст нам новые тела, и наши души снова займут свое место в своих телах. И будет спрос перед Аллахом за каждое сказанное слово, за каждый совершенный поступок. Все это является также судным днем, общим для всех. И мы все, мусульмане, должны думать о том, что мы приготовили для этого дня. Когда этот день наступит, не является таким важным. Поэтому, когда пророку Мухаммаду, саллаллаху али и вассалям, задали вопрос, «Матасаа», когда наступит судный день, он сказал, «Маль мас'улу анха би а'нама мин ассайи». Тот, кому задает вопрос, не знает больше задающего вопроса. Не ведает об этом. Нет у него больше знаний, чем тот, кто задает вопрос. И пророк Мухаммад очень мудро ответил. Он не сказал, «Я не знаю». Если бы он сказал, «Я не знаю», то у нас были, есть и будут люди, которые постоянно пугают концом света, что все Ахрзаман, конец света, все судный день. Пророк Мухаммад не сказал, «Я не знаю». Он сказал, «Маль мас'улу анха». Любой человек, которому зададут этот вопрос, у него нет больше знаний, не будет больше знаний об этом, чем тот, кто задавал ему этот вопрос. То есть Всевышний Аллах день, когда наступит судный день, скрыл от нас. Поэтому, когда это наступит, неизвестно, кроме как Аллаху Субхану Ата'алю. Никому, кроме как Аллаху Субхану Ата'алю. И также нам не важно, когда он наступит. Через сто лет, через двести, через тысячи или через десять тысяч лет. Это не важно. Важно в том, что этот день непременно наступит. И важно, что мы приготовили для этого. И также однажды к нашему пророку Мухаммаду пришел человек и задал вопрос. Также, «Матесаа» – когда наступит судный день? Пророк Мухаммад ему в ответ говорит, «Ма аадатта лага». Что ты приготовил для этого дня? Что ты приготовил? С чем ты придешь, судный день передала? С чем ты предстанешь перед ним? Вот что является важным для каждого из нас. Поэтому каждое утро мы должны задавать вопрос себе, когда просыпаем. Что я сегодня могу сделать для этого дня? День, когда не будет у меня ни имущества, чтобы давать садаха, не будет у меня возможности совершать деяния праведные, не будет у меня возможности покаяться в своих грехах. Что я могу сегодня сделать для этого дня? Что я могу приготовить? И каждый раз, когда мы ложимся спать, мы должны также задавать себе вопрос, что сегодня я сделал для этого дня? Что я для себя приготовил? Потому что, когда приходит смерть, время деяния заканчивается, время покаяния также заканчивается, двери покаяния закрываются перед человеком, и человек становится заложником своих дел и поступков. Все мы будем заложниками своих дел и поступков, поэтому мы должны постоянно требовать себе отчет и постоянно задавать себе вопрос, что я сделал, что я приготовил для этого дня. Поэтому Умар Ибн Хаттаб говорил такое высказывание, у него есть очень мудрое. Хасибу анфусакум кобля анту хасабу. Требуйте с себя отчет, пока его не потребовали с вас. Требуйте с себя. Сейчас никто с нас не требует. Никто нас не заставляет совершать благие дела. Никто нас не заставляет приносить покаяние. Мы свободны. Говорим, что хотим. Делаем, что хотим. Творим, что хотим. Едим, что хотим. Пьем, что хотим. Ходим, где хотим. Поэтому мудрый человек, это тот, кто требует с себя отчет, пока с него не потребуют. Мы сами должны требовать с себя отчет и постоянно задавать себе вопрос, пока с нас его не потребовали. Ведь в судный день, когда с нас его потребуют или после смерти, то тогда уже ничего не исправишь. Закончится время деяния, закончится время покаяния. Поэтому мы должны постоянно готовиться к этому дню и постоянно требовать с себя отчет. И сегодня у нас 10 ноября 2023 года. Если бы нам задали вопрос. Этот день ровно месяц назад как прошел у тебя? 10 октября, что ты делал? Во сколько ты проснулся? Что ел на завтрак? Что ел на обед, на ужин? С кем встречался? Куда ходил? Чем занимался? Не так много ведь, всего лишь месяц прошел. Если немножко посидим, наверное, вспомним. Но если нам зададут вопрос, этот же день 10 ноября 2022 года, этот же день ровно год назад, этот же день ровно 5, 10, 20, 30 лет назад, мы даже не вспомним, что было 10, 20, 30 лет назад. В этот же день, что мы говорили, что ели, что пили, чем занимались. Но в эти дни, каждый этот день, что мы произнесли, было зафиксировано Всевышним Аллахом. И все, что мы говорили, было зафиксировано Всевышним Аллахом. И нам предстоит будет, предстоит отчет перед Всевышним Аллахом. Поэтому Аллах, Субхану Аталя, в суре, зальзаля нам гуэль, ауду биллахи на шайтану рожьим. И тот, кто сделал песчинку добра в своей жизни, песчинку добра, что-то хорошее мы в жизни сделали. Кому-то уступили дорогу, кому-то помогли что-то загрузить, кому-то помогли перейти дорогу, кому-то просто улыбнулись. Или доброй шуткой подняли настроение. Это же милочь, ерунда. Но вот что мы хорошее сделали, вот эта песчинка благо добра, которая была нам совершена нами, она не забудется. Она не потеряется. Мы забудем, но Всевышний Аллах этого не забудет. И Всевышний Аллах нам покажет это в день суда и вознаградит нас за этот поступок. И также Всевышний Аллах, Субхану Аталя, говорит, и тот, кто сделал песчинку греха или чего-то. Песчинку зла или греха, он также увидел. Поэтому, если мы забудем о том, что когда-то кого-то притеснили, пролили чужую кровь, не имея права, обидели, поносили, оскорбляли, задели честь, имущество или жизнь другого человека. Может быть это было 10 лет назад, 20 лет назад, кого-то толкнули, кого-то обидели, оскорбили, может быть это 50 лет назад было. Мы живем рахатляны, даже может быть и не вспоминаем об этом случае, уже давно забыли, спокойно спим, не волнуемся об этом, жизнь идет своим чередом. Но вот этот наш поступок, даже если он является песчинкой зла или греха, песчинкой ослушания Всевышнего Аллаха, мы забыли, но Аллах не забыл ничего. Это было зафиксировано, и мы будем нести ответственность перед Всевышним Аллахом Субхану Аталя. Поэтому настоящая справедливость в этом мире, она никогда не будет. Настоящая справедливость, она восторжествует в Судный день, когда мы будем все предстанем перед Аллахом Субхану Аталя. И тот, кто сделал песчинку добра, получит свою награду, и тот, кто сделал песчинку зла или греха, получит свое воздаяние.